Новости на телеканале Видное ТВ. Я, Татьяна Брылова, приветствую всех, кто сейчас с нами. Вначале коротко о некоторых темах выпуска. 5 декабря в России отмечают День воинской славы. В этот день, в 1941 году, Советская армия одержала первую важную победу в битве за Москву. Если мы это забудем, то кто кроме нас будет чтить эту память? Реализация программы «Светлый город» в Ленинском районе. В городе Видном было заменено 95 опор уличного освещения. В гости к книгам отправились воспитанники детского сада «Солнышко». В библиотеку еще придешь? Да, приду завтра. Ежегодно 5 декабря в России отмечают День воинской славы. В этот день, в 1941 году, Советская армия одержала первую важную победу в битве за Москву. Видно почти ли память героев, стоявших на защите столицы, возложив цветы у вечного огня на Аллее славы. Обо всем подробнее в сюжете Анастасии Ворониной. Победа Красной армии под Москвой является решающим военным событием 1941 года и первым крупным поражением Германии в ходе всей Великой Отечественной войны. Трудно представить, как советским людям удалось одержать победу в этом бою, не имея численного превосходства ни в количестве людей, ни в оружии и технике. Всех героев тех лет вспоминали сегодня на Аллее славы. Почтить память, отдать дань памяти тем событиям, тем людям, которые погибли, защищая Родину. В конце концов, то, что мы сегодня имеем, то, что живем, это благодаря им, благодаря их подвигу, не только ратному, но и трудовому. Оборонительная операция под Москвой осенью 1941 года длилась 67 суток. В боях погибло более миллиона красноармейцев. Память невернувшихся солдат почтили минуты молчания. Нет в России семьи такой, где бы не памятен был свой герой. У Татьяны Кормаковой две сестры, будучи еще совсем девчонками, сражались за Родину, а ее папа в бою под Ленинградом пропал без вести. У меня нет могилы отца. И вот я хожу сюда каждый год. Хоть отдать ему память. Это такого вот значения. Важно, чтобы молодое поколение знало историю своей страны и помнило подвиг героев, подарившим им жизнь. Если мы это забудем, то кто, кроме нас, будет чтить эту память? Потому что поколения сменяются, и скоро не останется людей, которые помнят эти события. Такие значимые даты в истории нашей страны необходимо чтить. Ведь лишь с доброй памятью о прошлом можно идти в будущее. Анастасия Воронина, Егор Хлябич, Евгений Садовский, ВИДНЭТВ. В начале 2017 года губернатор Московской области Андрей Воробьев инициировал в регионе программу «Светлый город». Она призвана решить наиболее актуальные проблемы с наружным освещением. С нынешнего года программа начала работать и в Ленинском районе. О первых светлых пятнах на карте Видного расскажет Максим Козлов. Освещение дорог в темное время суток особенно актуально в зимнее время, когда световой день становится короче. В ВИДНОМ на двух участках от Советской площади до улицы Центральной и Ногаевского появились новые фонари. В рамках губернаторской программы «Светлый город». В городе ВИДНОМ было заменено 95 опор уличного освещения. В течение где-то полгода мы смогли осуществить этот проект. По мнению специалистов, ВИДНО является не самым освещенным поселением Ленинского района. Хотя в некоторых местах света хоть отбавляй. Например, в центре города. Достигается это в том числе и за счет того, что подсвечены дома. Во время торжеств включается праздничная иллюминация. А также работают малые архитектурные формы, которые тоже светятся. Всего на проект по установке новых опор освещения было выделено порядка 12 миллионов рублей. На 60% проект финансировала область. Остальное – муниципальный бюджет. Теперь в темное время суток на улице Гаевского куда светлее. Мы просто здесь любим гулять. И еще здесь рядом площадка около школы. И бывает, что вечером выходим, и очень поздно, и бывает вообще темно. И вот теперь фонари поставили очень хорошо. Стал ярче наш кольный. Мачты освещения снабжены энергосберегающими лампами, которые позволяют более чем в два раза снизить потребление электричества. А это – прямая экономия бюджета. Комфорт местных жителей измерить точно нельзя, но он определенно повысился. Мы ходим вот на каток, на фигурное катание, и возвращаемся иногда там, иногда здесь. Но вот на днях было здесь, конечно, ужасно, темно. Сейчас идешь – красота и удовольствие. В 2018 году новое освещение установлено более чем на трех километрах Видновских улиц. И это только начало. В этом году мы заявились в Светлый город. Шесть поселений наших. Пока находятся все наши сметы и заявки в Мособлэкспертизе. Как только из Мособлэкспертизы они выходят, мы будем заявляться уже в область на участие в программе «Светлый город». И уже, грубо говоря, в 2019 году у нас будет точно, мы будем знать адреса, которые нам будут согласованы, и поселения. Кроме всех перечисленных плюсов, новые линии освещения позволяют снизить аварийность на дорогах на 11, а смертность при ДТП на 10%. В Ленинском районе более 300 километров муниципальных автодорог. Все они убираются сотрудниками и техникой дорсервиса. С наступлением зимы объем работ увеличился в разы, но руководство предприятия уверено, они справятся с любой непогодой и обеспечат качественную уборку дорожного полотна. Представители общественной палаты муниципалитета решили провести общественный контроль автопарка дорсервиса. Продолжим тему в нашем сюжете. «Готовь сани летом» – это пословица главный лозунг предприятия Дорсервис. Чтобы зимой не возникло нештатных ситуаций, подготовку снегоуборочной техники здесь начинают задолго. На сегодняшний момент она находится в 100% готовности. Мы работаем в полосуточном режиме, у нас сменный график. Постоянно в режиме сутки двое работает у нас 6 КДМ, 2 МТЗ. В зимний период будет задействовано 39 единиц техники. Это машины для очистки дорог от снега и обработки дорожного полотна противогололедным материалом. Техника, занимающаяся механизированной очисткой тротуаров и механической очисткой дорог. Пять самосвалов для вывоза снега. Технический парк Дорсервиса осмотрели представители общественной палаты и получили исчерпывающие комментарии по состоянию снегоуборочной техники. Но есть виды работ, которые выполняются вручную, и это больше волнует руководство предприятия. В общей сложности чуть более 300 км дорог мы содержим. И на все это у меня 34 дорожных рабочих. Ну да, норматив должно быть. Я вам сейчас не скажу точно, норматив. Ну, в два раза больше. В два раза больше. Минимум. Нехватка рабочих рук – основная проблема. Труд у дорожников нелегкий. Заместитель директора Дорсервиса Александр Зубков объясняет на примере. Чтобы пройти и убрать мусор вдоль обочины, 300 км дорог, это надо им пройти с двух сторон 600 км дорог. Просто пройти пешком 600 км дорог, это сколько на это заведет времени. А у нас еще обустройство – это дорожные знаки, это остановки, ремонт, покраска парапетного уграждения. И все же Дорсервис старается поддерживать порядок на дорогах в любое время года. Хотя самое ответственное время – зима. Я надеюсь, что эта зима пройдет более-менее благополучно благодаря сотрудникам Дорсервиса. Дорсервис будет все-таки стараться выполнять свои обязательства в полном объеме, максимально кратко, качественно и эффективно. Поэтому будем держать руку на пульсе, будем контролировать, выяснять, будем помогать в конце концов. Общее дело – это все-таки комфорт и безопасность наших жителей. Сотрудники Дорсервиса по-хозяйски относятся к имеющейся технике, но и всегда рады новой. Автопарк предприятия регулярно пополняется. В ближайшее время организация получит ручные снегоротеры, бензощетки для очистки тротуаров. Все, чтобы уборка снега проходила качественно и быстро. А зима приносила местным жителям только радость. Татьяна Брылова, Юлия Пагасиан, Егор Хлябич, Ольга Садовская, Видное ТВ. Современная библиотека – это не просто хранилище книг. Это выставочный зал, информационный центр, площадка для проведения интересных встреч, семинаров и мастер-классов в одном флаконе. И все же библиотека – это в первую очередь литература, художественная, научная и так далее. В гости к книгам в центральную библиотеку отправились воспитанники старшей группы детского сада номер 9 «Солнышко». Для них провели увлекательную интерактивную экскурсию по залам и выставочной экспозиции. Побывала на мероприятии и наша съемочная группа. Однажды в Египте они нашли такое помещение с глиняной табличкой, на которой было написано «Аптека для души». Представляете, ребята, вот так в древнем мире называли библиотеку. Экскурсия началась с холла Центральной Видновской библиотеки. Воспитанники старшей группы детского сада номер 9 «Солнышко» узнали много нового о книгах и библиотеках мира, а также о новогодних традициях и самом главном персонаже Нового года – Дедушке Морозе. Ребятам не терпелось разглядеть поближе большую фигуру главного новогоднего персонажа и экспонаты выставки «Новогодний талисман», сделанные учениками детских садов и школ Ленинского района. Затем дошколята поиграли в игру «Верю-не верю». Им предстояло отгадать, какие факты о животных правда, а какие – вымысел. Дельфины спят с одним открытым глазом. Правда или неправда? Нет. Так, кто верит, ручки поднимаем. Так, почти никто не верит. А представляете, на самом деле дельфины действительно спят с одним открытым глазом. Главный библиотекарь Наталья Иванова также познакомила ребят с самыми основными предметами быта и одежды наших предков и рассказала, как и зачем их использовали хозяйки на Руси. Раньше на Руси не было вот таких вот красивых, да, ботинок, как у вас. Вот лапа. Но была, да, молодец. Но была вот такая обувь, которую крестьяне делали сами. После ребят отправились в главное помещение любой библиотеки – абонентский зал. Дети узнали о том, как появляются книги. Для многих дошколят стало настоящим открытием, что над созданием каждого экземпляра трудится целый штат специалистов – наборщики, иллюстраторы, редакторы, корректоры и верстальщики. Сотрудник библиотеки рассказал ребятам множество интересных фактов из жизни животных, которые можно узнать из книг. Ведь не зря именно книгу называют главным источником знаний. Это уже такая стала доброй традицией начинать, опять же, повторюсь, свое знакомство с книгой, с библиотекой, именно с экскурсии. Наша задача, как библиотекарей, заинтересовать, сделать так, чтобы дети хотели вернуться. В конце экскурсии ребят пригласили оформить читательские билеты и рассказали, как это сделать. А после показали новогодний мультфильм. Мероприятие получилось очень разнообразным и насыщенным. Многие дошколята твердо решили прийти сюда уже вместе с родителями, чтобы записаться в библиотеку. Мне больше всего понравились загадки и посмотреть мультик. В библиотеку еще придешь? Да, приду завтра. Мне больше понравилось смотреть на хрюшек. Хочется понравиться на хрюшек? И играть с гидом. Выставка была крутая. В нашем современном мире дети все меньше и меньше видят дома книги. В основном, даже если читают, то читают им какие-то сказки с телефонов, с каких-то гаджетов. А что такое книга, может быть, многие уже и не знают. Дети заинтересованы, очень внимательно слушали. Сотрудники библиотеки уверены, даже в наш век нанотехнологий и всеобщей компьютеризации, такие аптеки для души, как библиотека, актуальны и востребованы. Главное – правильно начать с ней знакомство. Екатерина Борисова, Владимир Бижонов, Ольга Садовская, Видное ТВ. И о погоде. В четверг в Московской области днем ожидается минус 1 градус. Ночью до 4 мороза снег. На дорогах стало скользко. И это все на сегодня. Смотрите новости на телеканале Видное ТВ. Будьте в курсе всех событий Ленинского района. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова